Девушки отдыхают 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 Эпизод, который был посвящен демонстрации всех событий, что происходили в этом единственном DLC, к первой части сюжетном DLC. И если я не ошибаюсь, это был вообще первый загружаемый платный контент, который я купил в PlayStation Store. Это было первое, что такое я вообще посмел разобраться, что меня подстегнуло разобраться в том, как это работает, как скачивается в PlayStation Store контент, потому что я был таким огромным фанатом оригинальной игры, что, конечно, я не мог пропустить это сюжетное дополнение, которое нам показывает события с перспективы Элли. И, собственно говоря, события до того, что происходило в фильме. Да, сейчас вы, возможно, слышите, что у меня за окном происходит, что какой-то козлина едет на мотоцикле на своем пердящем, куда-то явно он спешит что-то очень важное и судьбоносное делать и полезное для всего общества. Но я не могу просто с закрытым окном записывать эти гребаные подкасты, потому что здесь начинается настоящая парилка. А сейчас у нас больше 10 градусов на улице плюса. И если я закроюсь, то здесь будет просто полный трындец, полный трындец здесь будет. Поэтому, чтобы я хоть сколь-нибудь комфортно это все записал, мне придется, вам придется слушать этот бэкграунд-ноиз. Guys, извините. Также сейчас воскресенье, я записываю этот подкаст, по сути, воскресенье. И я решил выпустить позже река, потому что я всегда старался река по определенным эпизодам не выпускать позже релиза следующего эпизода. Но так как мы записали разговоры о кино, и Jack смонтировал их к такому таймингу, что я релизнул это в субботу, я не хочу слишком близко два этих выпуск оставить. Не хочу, чтобы данный мой река забирал какую-то часть внимания аудитории на себя. И я хочу дать выпуску про 1987 год в кино, дать ему подышать на этом канале и забрать на себя все возможные просмотры, все возможное внимание. И поэтому я решил, я не знаю, когда точно выпущу, но, наверное, выпущу на 8 марта, это будет всегда, если я не ошибаюсь, в середине следующей недели, может быть, четверг, 9 марта, выпущу этот эпизод. И после уже выходные, я думаю, я выпущу, как обычно, в субботу или в воскресенье, я выпущу рекап 8 эпизода, который я, несомненно, чертовски жду. И, кстати, об ожиданиях и о том, как мы ждем и не ждем определенные эпизоды. Подходил я уже с каким-то таким немножко с заниженными ожиданиями к этому эпизоду. И в целом, кстати, я был не в восторге от Каста Райли. Каста Райли мне, мне показалось, можно было найти других девочек, которые больше подойдут на эту роль. Вот, а за Кастеля они Сторм Рид, по-моему, зовут актрису. И, наверное, сразу скажу, что fuck me, она, Сторм Рид, мое почтение. То, как она сыграла Райли, я в восторге от этого. Я в восторге от этого, как она воплотила эту роль. Она была великолепной и идеальной Райли для Элли Белла Рэмзи. Да, но не будем бежать вперед поезда. Начинается эпизод с приятного сюрприза, потому что, насколько я помню, в промо этого эпизода вообще ничего не показывало за пределами left behind content. И я уже подумал, что они просто покажут left behind content. И не будет вот этого обрамления замечательного, где Джоэл лежит в гараже какого-то заброшенного дома. И Элли за ним ухаживает. Нет, это все здесь было. И даже они показали лошадку, которая там же стоит и стряхивает с себя снег. И замечательная драматическая сцена между Элли и Джоэлом, когда Джоэл ей говорит, беги отсюда. Типа, я все, со мной покончено. Я сейчас скоро помру. Не рискуй с собой и беги отсюда, выживай сама. Он отталкивает ее очень сильно. И очень здоровское начало эпизода. Элли накрывает его, уходит и на секунду мешкает. На секунду мешкает. И в этот момент, когда она хватает ручку этой двери, это комната, где лежит Джоэл, нас отправляют назад во времени. Нам показывают буткемп, школу Федры, где Элли устраивает драку с одной из девочек, которая дразнит ее, потому что рядом нет гритера Элли, которая бы за тебя заступилась, так что не выпендривайся. И Элли надирает ей задницу. Правда, это происходит за пределами уже непосредственно кадра. И да, я помню, когда вот эти вот школьные, вот этот буткемп показали нам в школу. Этого всего не было в игре. Вот это меня, конечно, очень заинтересовало, что такое будет. Единственное, я, наверное, думал, что этого будет больше, чем в итоге этого было в эпизоде. После драки ее отчитывает какой-то капитан Квонг, видимо, один из начальников Федры в этой вот зоне, какой-то, видимо, регионально отвечающий за, возможно, за эту школу. Капитан такой, который отчитывает Элли, говорит, в тебе есть потенциал, но ты его просираешь, ведя себя так, как ты себя ведешь. Ты не поднимешься в ранге, если не будешь контролировать свои эмоции. И он ставит перед ней такие два символа, кружка и ключи. И, кстати, берлог там, это знак Naughty Dog, логотип. Забавная такая отсылка, пасхалка. Он говорит, перед тобой вести, и ты будешь себя так же вести, будешь заниматься какой-то грязной работой, но будешь вся горделивая, все такое. Или ты засунешь свою гордость в жопу, будешь делать все, как надо. Будешь. И ты станешь лидером, ты станешь, возможно, займешь мое место. В тебе есть лидерские качества. Вот такая сцена, которая, в принципе, нам показывает, что вот эти качества лидерские в ней заметили до нас, так скажем, до зрителя, в ней уже заметили люди из Федры, эти качества. Вот. И хорошую такую показал ей, просто обрисовал перспективу ее. Этот начальник говорит, выбирай, как ты хочешь провести остатки своих дней. В личных апартаментах или в казарме. Так что, да. И нам показывают Элли у себя в комнате. Ее стена обклеена просто постерами разными. В том числе там есть что-то связанное с космосом, какая-то планета, лунные фазы. Множество разных постеров, которые я детально не разгадывал, но сэт хорошо сделан. И на экстремальном таком контрасте койку Райли показывают, где голые стены и такой оранжевый луч света падает. И очень здоровский кадр, когда Райли возвращается, где-то во втором часу ночи через окно. И нам показывают это в расфокусе. И такая тень появляется на том самом клочке стены, который освещен золотистым светом. Это как будто призрак Райли. Такой возвращается тень Райли около ее кровати. Мне очень понравился этот тач. Разыгрывается сцена, по сути, прямиком из игры, где Элли сначала принимает за кликера, потому что Райли ее пугает. И между ними происходит диалог. По сути, она показывает, что Элли недовольна тем, что Райли ее бросила, разумеется, потому что это была ее лучшая подруга, собственно говоря. Да, и пока мы только думаем, что она была всего лишь подругой, что на самом деле не так. Вот. И Райли предлагает ей, собственно говоря, провести лучший вечер в ее жизни, лучшую ночь. Забудь про все обиды на меня и просто дай мне шанс устроить для тебя лучшую ночь. Да, и она еще и говорит, что она вступила в Fireflies. Доказывает это тем, что у нее пистолет за пазухой. В игре, насколько я помню, Райли доказывала то, что она одна из светлячков, показав такой, я даже не знаю, как это назвать, не медальон, но такой значок, который у нее был на шее. И мне нравилась, кстати, эта идея, что у всех Fireflies есть такие вот бирки, так скажем, как у тех, кто, например, воевал во Вьетнаме, были вот эти бирочки. Dogtex их называли. Но здесь они, видимо, решили отказаться от этого, возможно, в пользу реализма, чтобы их не так легко было опознать. Fireflies при обыске. Наверное, это было бы палевно, так сказать. Но в игре мне нравилось находить бирочки с именами, именные. И, собственно говоря, это тоже такой интересный конфликт между Элей и ее подругой в том, что, по сути, мы видим двух детей, друзей, но которые стали по разные стороны баррикад. И это такая просто интересная демонстрация того, что, когда между взрослыми такое происходит, это обычно более яркий конфликт, такой более принципиальный, более жесткий. Но здесь мы видим еще два гибких человека, два человека на заре их жизни, и которые могут спокойно обсуждать разницу на мировоззрение в плане того, кто должен быть у руля этого нового мира. И, конечно, между ними будут в этой серии интенсивные диалоги на этот счет, но они всегда как-то оканчиваются более-менее цивилизованно. И на самом деле предыдущая сцена вот с этим капитаном Квонгом также показывает нам Федору с другой стороны, если уж мы говорим о конфликтах, да, о конфликтах разных странах конфликта и об относительности, об относительности того, о чем говорят Райли и Эли. Капитан Квонг, когда ты слушаешь и смотришь на него, создает впечатление совершенно адекватного чувака, и как будто специально даже туда поставлена вот эта вот рамочка с фотографией его жены и ребенка, которых мы не знаем даже, живы они или нет. И он очень-очень так, ну, у тебя создаётся впечатление, что этот человек верит в то, что он делает, и он говорит, что если бы о нас не думали, но если бы не мы, все бы это поверглось в хаос. И поэтому Райли, конечно, очень так, скажем, довольно сильно рубит с плеча и называет их фашистами, но не факт, что бостонские Федора такие уж плохие, такие уж, как они были в Канзасе. И воборот, это тебя заставляет задуматься о тех, кто был в Канзасе, о том линче, который мы видели, и сколько там, возможно, хороших людей, таких же, как капитан Квонг, которые верили в своё дело и делали его хорошо, также были казнены ни за что. Да, это приоткрывает завесу даже к предыдущим эпизодам. Вот, это сцена с Квонгом. Пока они выбираются из этого, на втором этаже, по-моему, или расположено в этом общежитии, их почти замечает патрульная машина, и там упоминается некий 7-11 situation, который, видимо, одно из приключений, или Райли, где она, собственно говоря, или получился вот этот иконический шрам. Это забавное такое просто подмигивание игроку, потому что, я думаю, все из нас в какой-то момент игры задавались вопросом, как Элли получила этот шрам. Вот, и Райли говорит Элли, что, возможно, ей не стоит постоянно драться с людьми, потому что она упоминает, как Элли упоминает, как она надрала задницу вот этой самой вот этой девочки в спортзале. надрала задницу, да, с гордостью она это произносит, потому что Райли старше, чем Элли, и Элли в какой-то степени смотрит на Райли, она и старше, и выше, и она в какой-то степени смотрит на Райли как на такую модель поведения. Возможно, многие те черты характера, которые мы знаем об Элли, они, по сути, были рождены в ее наблюдении за Райли, в ее наблюдении и, скажем так, как восхищение каким-то достижением Райли, например, как Райли умеет драться, да, и она переняла это у нее, и она как будто своему учителю говорит, я ее отправила в больницу, и Райли ей говорит, что, возможно, тебе стоит, возможно, тебе стоит умнее быть и как бы не драться постоянно с людьми, что интересно, потому что сама-то Райли, очевидно, дралась до этого постоянно, видимо, вот это новое, новое, более сдержанное Райли, это продукт того, что Райли уже чему-то научилась у Fireflies, вот, и Элли это подмечает. И здесь была добавлена новая сцена, где она находит такой труп чувака с таким дорогим каким-то виски, виски, которая будет, по сути, служить таким топливом для Элли и Райли, для их веселого настроения всю эту ночь, вот, и такой странный компьютерный эффект здесь происходит, когда ломается пол под чуваком, и он вниз проваливается, ну, вот эти вот особенно досточки, как они комично упали, я, конечно, был немножко, это, наверное, был первый плохой CGI-эффект во всем сериале, и абсолютно не обязательный, поэтому мне это показалось сцена довольно-таки странный их. В целом, идея сцены мне не кажется такой уж плохой, но... Но, честно говоря, мне кажется, можно было обойтись без всего этого поглощения бухла на протяжении вечера, я не уверен, что это добавило, я не уверен, что им не хватило бы задора без бухла в этой сцене, и Элли несовершеннолетняя, и как бы я не уверен, демонстрация распития алкогольных напитков несовершеннолетним в таком сериале. I don't know, man, что-то в этом было немножко странно для меня, потому что в игре этого не было, в игре они не пили никакого алкоголя, и я не уверен, зачем это было вставлять. Что это дало, я не уверен, я не уверен. Вот. То есть, с одной стороны, это как бы отсылка к тому, когда Элли говорила около костра с желом still grows насчет его выпивки. Что у него там было, я уж не помню. Или, может, даже не знаю. Вот. Но anyway. Да, и здесь, и здесь, и здесь они опять начинают спорить уже на крыше друг между другом. Элли спрашивает, зачем она ушла к Fireflies. И Райли рассказывает о том, как ее завербовала, по сути, Марлин. Вот. Увидела ее какие-то скиллы, увидела, что она может быть для них полезной, и она ушла туда. И она примкнула к ним, потому что Райли увидела, что ее ценят. Она впервые увидела, что кто-то ее ценит. Потому что, как позже, мы узнаем в этом эпизоде Райли, для Райли перспектива не такая светлая, как для Элли. Ее не хотят делать начальниками, ее направляли по траектории того, что она будет какой-нибудь уборщицей, будет вычищать какие-то канавы, как она там говорила, или будет руководить группой людей, очищающих канавы. И для Райли в какой-то степени это было убежище не только от людей, которые, от ведра, которые были им отвратительны, но и убежище, какое-то более, более, скажем так, более осмысленное будущее для себя. Райли еще немножко спорит о том, кто, у кого на самом деле промыто мозги, что, опять же, мне напоминает многие, многие дискурсы, множество дискурсов сейчас между людьми. Да. И Райли показывает ей то самое место, куда они собираются идти. Это огромный торговый центр, который уже в игре, кстати, я помню, у меня были немножко сомнения, как это возможно. Такой огромный торговый центр, в котором работает электричество. Райли объясняет, что когда Федера подключали этот район Бостона к электричеству, они также подключили и торговый центр, но сами того и не знают, потому что торговый центр так устроен, что изнутри не видно, когда из него исходит свет. И, собственно говоря, это место только для них, весь этот огромный центр. Мне очень понравился секвенс, когда нам показывает лицо Элли, и мы слышим просто, как медленно включаются эти источники света по всему этому коридору с этими бутиками. Белла хорошо сыграла этот момент восхищения всеми этими огоньками, всеми этими, всей этой поп-культурой, которую она перед собой видит, вот этот вот замаринованный кусочек цивилизации, в который никто уже давно-давно не ходил. Видно, конечно, что весь этот второй этаж, на который они смотрят, его на самом деле там нет. Видно, что это зеленый экран, видно, что это компьютерная графика, но на это не так много уделяется внимания. Это в основном в бэкграунде размыто, и это не так уж меня бесило. Вот. Как я понимаю, у них был торговый центр, но одноэтажный. И единственный вот этот вот эскалатор у них был настоящий, который шел на такую маленькую часть второго этажа. Вот. И Ралли обещает Элли 4 с чудо света. Элли, когда начинает кататься на эскалаторе, говорит, это одно из чудес света. И Ралли отвечает в забавной такой шутке. Ну, чудес может быть и 5. Ралли находит изумительно на том, как Элли кайфует уже просто от эскалатора, и она уже понимает, да, тебя будет несложно восхищать дальше и удивлять. Вот. Ралли приводит Элли к такому этому, как карусели, где играет в такой, как бы это даже назвать, но играет трек Кюр Just Like Heaven, который я практически сразу узнал и был просто в восторге, что они его сюда включили. Но это такая версия, которая играла бы где-нибудь в супермаркете или вот в таком торговом центре, такая, как музыкальная шкатулка версия. Это, конечно, типа такая получается самая, как ее описал Крэг Мэзин или Трэй Бэйкер, самая крутая музыка для карусели из всех, типа cool версия, крутая вот такая клевая версия карусели, где играет такая вот музыкально-шкатулочная версия Just Like Heaven от Кюр, это, конечно, я всю дорогу надеялся, что в какой-то момент начнет играть уже непосредственно сам трек, он так преобразуется в оригинальной версии, вот. А девочки дальше бухают уже на этих коняшках и так красиво очень снят весь этот секвенс был, мне очень понравилось, как использована глубина резкости, как они смотрят друг на другую, как на них свет лампочек этих, то есть очень-очень хорошо передает вайп того, что происходило в игре, мы видим, что как бы ну, наверное, хорошо, есть одна функция у этого бухла и это то, те, кто пил спиртное, знают, эта вещь тебя раскрепощает, она открывает какие-то потаенные мысли, потаенные желания и ты вербализируешь их в то время, как в противном случае ты бы молчал. И да, мы видим, что немножко больше и больше, когда Эли пьет, она все более и более другими глазами, она выдает себя и смотрит определенным взглядом на Райли. Мы понимаем, что уже некоторое время она была влюблена на самом деле в Райли, вот, это уже понятно без слов, причем в игре, насколько помню, никаких таких моментов не было, то есть в ходе игры, ну, в ходе самого геймплея, я не помню, чтобы были какие-то намеки в диалогах про Мелькера, я видел перед собой просто двух рассорившихся подруг, или точнее одну подругу, которая дуется на другую, потому что я ее бросила, и такую, и другую подругу, которая хочет наладить этот разрушенный мост, вот, что я там видел. И вот этот поцелуй в конце, ну, ближе к концу делался, он такой был, как твист даже, в чем-то. Это был твист, и он работал, в нем не было ничего неубедительного, из-за того, что не было вот этого билдапа, но в сериале они решили показать этот билдап, которого особо не было, особенно не было в игре, вот. Опять же, такая медиа, другая медиа, поэтому, вот. Но все взаимодействия, наверное, сейчас могу подчеркнуть, химия между этими двумя актрисами, Storm Reed и Белла Рамзи, мне очень понравилась. Я ее купил полностью, купил по полному ценнику, по полной цене, не ждал даже скидки. И разговоры между ними мне просто очень нравятся, мне нравятся переглядывания между ними, и я полностью верю в их отношения, ровно так, как это было и в игре. Ну, это большой кредит, конечно, Storm Reed, что она за один эпизод успела, успела на, поверь, успела оставить, поверить зрителя в себя, в своего персонажа, в какую-то историю между ними. И Белла Рамзи, кстати, тоже, у нее был всего один эпизод для того, чтобы создать какую-то убедительную, дружескую химию со Storm Reed, с чем она, на мой взгляд, блестяще справилась. Вот. Здесь как раз-таки и происходит после этого теплого момента на карусели разговор между, вот как карусель, так и затормозилась, так и вот этот налаживающийся момент какого-то вайба между ними, он тоже так затормозился. Я открыл такое окно для обсуждения чего-то менее веселого, и Ралли объясняет, почему она ушла, почему она бросила Эли. И объясняет, что это все началось с того, что Эли сказала, мы с тобой можем все исправить, мы с тобой можем исправить Федору в карантинной зоне Бостона, мы будем с тобой главными. она говорит, нет, это будет твое будущее, но не мое, я не буду никаким начальником, меня готовят совершенно для другого. Вот. И происходит иконическая сцена в... Ну, в принципе, здесь для любителей DLC здесь много будет иконических сцен. По сути, DLC состоял из иконических сцен, но да, и мне всегда очень нравился сегмент в фото будке вот этой вот, где там выберите тема, дружба, любовь, еще что-то. Здесь они, конечно, этого не сделали, там просто cool, типа тема сделать свою самую крутую позу, и они... Мне нравится просто, как они быстро импровизируют какие-то позы, это все было очень... Мне кажется, это было совершенно не заготовлено, и это специально было на лету сделано, чтобы, в принципе, ровно как и герои пытаются использовать эту, возможно, единственную возможность, что этот автомат работает, по-моему, это единственная банкнота у нее была, у Райли, для этого автомата. И в какой-то момент Даня так обнимается, и Эли отталкивает, типа, ладно, все, слезь с меня, потому что она боится этой близости, пока что она не уверена в ней, вот. И просто очень здорово, мне очень понравилось, как Эли смотрит на Райли после этого, когда Райли этого не замечает, и я не знаю, мне очень понравилась вся эта динамика между ними. после этого, конечно, происходит, наверное, самый эмоциональный момент, но один из самых эмоциональных моментов внезапно для меня. В игре был, это, кстати, момент, когда они играют в такой игровой автомат, какой-то, там была какая-то вымышленная игра, которую им пришлось сделать по образу Mortal Kombat, но здесь им удалось лицензировать, у нас до этого в третьем эпизоде был уже постер, а точнее, был самый игровой автомат Mortal Kombat 2, был постер Mortal Kombat 2 в начале этого эпизода, и здесь они реально начинают играть в Mortal Kombat 2 на автомате. И я не знаю, было что-то в том, когда они наконец нашли этот автомат, и в реакции Эли, и как Белла Рэмзи сыграла просто абсолютного сорта, потому что она только знала об этой игре, она только слышала об этой игре. И это kind of вайбится с моими эмоциями, потому что я помню, когда я ну одна из формирующих игр моего детства, это Star Wars National World Republic 2, которую мне установил, моей бабушке на компьютер, установил компьютерщик, который нам чинил компьютер время от времени, ну он там удалял вирусы и так далее, занимался обслуживанием таким, и он закидывал мне игры какие-то, которые я бы мог играть, и он подсадил на меня на эту игру National World Republic 2, но в то время у меня не было быстрого интернета какого-то, чтобы нет, по-моему, да, он был, но очень медленный у меня был интернет, ни о каких скачиваниях и настоящих полноценных игр не было речи, и я просрал возможность купить National World Republic 1 в магазине, я держал этот диск в руках, но я его не купил в свое время, потом влюбился в Коттер 2, вернулся в магазин, диска там уже не было, это было дикое, и в то время вы должны понять, я еще не знал, какова это будет, доступность интернета, будет ли у меня такая возможность скачивать такие, я думал, что я чуть ли не на всю жизнь лишился там возможности узнать, что же там было в первой части, я знал все, что было во второй, хотя в то время я, наверное, даже и 30% не понимал сюжета второго Коттера, что не мешало мне его любить, потому что все было на, нет, это было не на английском, было на русском, но там был такой, ну вот этот, те, кто знают, знают, перевод, пиратский перевод Коттер 2, это абсолютная шизофрения и ахинея, несовместимая с пониманием чего-либо, это было, знаете, как вот Хидатако Миядзаки описывал, как он читал книги на английском, говорит, я там, наверное, только треть слов понимал, да, остальное достраивало мое воображение, ну вот представьте, одну пятую, возможно, я понимал, того, что, о чем говорится, может даже меньше, остальное достраивало мое активное воображение, то есть это был какой-нибудь 2002 год, 2001, наверное, да, и мне было сколько, 7-8 лет, вот, нет, 8-9 лет, и мое воображение на полное подключалось, и, ну хотя нет, этот был 2003, по-моему, Cotter 2 вообще вышел в 2005, да, сейчас сложно вот понять, наверное, был 2004, 2005, но не важно, в общем-то, и когда я помню, все-таки у меня появился более-менее нормальный интернет, я скачивал, по-моему, там целые сутки с украинского сайта по звездным воинам, на это золотой паблик, первый, потом я его скачал, и потом другое у меня было препятствие, я не знал, как работают кряки, я не знал, как работают кряки, как надо взламывать игру, это было все для меня в новинку, потом, когда я додумался все-таки, что надо поместить, потому что, а я скачал, игру установил, но она не запускается, и как бы, и что делать с этим, да, и потом я просто додумался вставить вот из этой папки на OCD, или как она там называлась, или просто кряка, вот эти, в корневую папку файлы скопировал, игра начала работать, и я увидел главное меню, где стоит малок, который только, который только упоминался, и в такой голограмме появлялся во второй части, и когда я это увидел, я кричал так громко, что я сорвал голос, я сорвал голос от своего восторга, что я смогу поиграть в первую часть, это было просто, спустя там, 2-3 года, наверное, вот этого желания, невероятного желания поиграть в первую часть, я сорвал голос от радости, от счастья, и когда я здесь видел счастье и радость в глазах было Рэмзи, когда она играет на CS Mortal Kombat 2, это было что-то абсолютно, я точно понимал, какие эмоции сейчас курсируют в голове Элли, и я заплакал в этот момент, это, возможно, был единственный момент, когда я заплакал в этом эпизоде, но это реально меня просто пробило, вот, из-за вот этой моей персональной истории и такого вот экспириенса, который я и сам переживал в своей жизни, и мне нравится, как долго они показывают, как долго они играют, как нам показывают Fatality Millen, и все вот эти, потому что, ну, в каком-то другом сериале, который шоураннер или режиссер, которого был бы такой отрешенный от игры человек, он бы показал просто такую одну сценку, и все, но это Нил Дакман, и игрой его детства, в свою очередь, был Mortal Kombat 2, и, кстати, Mortal Kombat также был и игрой Меодиас, разумеется, еще до Котор, потому что до Котор у меня была целая пара, когда я в Сегу играл, очень много еще такой, и в Денди до этого, и поэтому Нил Дракман довольно много показал геймплея с разными персонажами, довольно сильно задержался на этом моменте, и это ценю, мне это понравилось, это, по сути, мне больше продало правду, того, как бы это на самом деле происходило, потому что, если бы у нас была всего одна сцена, и потом они пошли дальше по своим делам, бро, я бы просто этому не поверил, потому что я уже поставил себя на место, или я знаю, каково это, начать играть в игру, которую ты дико, бля, полжизни своей, ждал встречи с ней, конечно, что ты не уйдешь от этого автомата быстро, и, собственно, нам показали этот момент, где пока они играют, просыпается кликер, просыпается кликер, который, собственно говоря, был, был в DLC, но был он там, скажем так, в другой части DLC, он был, такой кликер, вросший в стену, и сидящий, он был как раз, насколько я помню, потому что DLC устроено немножко иначе, нежели то, что мы видим здесь, в DLC есть параллельное повествование настоящего времени, где Али ищет лекарства для Джоэла, и флешбек с Райли, вот, и они очень взаимосвязаны, нарративно, здесь они ограничились только началом и концом, то есть такое обрамлением эпизода в настоящем, но по сути 99% серии это чисто флешбек с Райли, и, кстати, мне было тоже интересно в свое время, как они это сделают, будут ли они делать параллельное повествование, но, наверное, они не смогли бы хорошо раскрыть линию с Райли, у них бы просто не хватило хронометража, если бы они делали так, как они это сделали в игре, вот, и, возможно, часть того, что было в DLC, они еще воплотят в следующем эпизоде и смешают это как-то с контентом, который был в основной игре в зимнем периоде, тем не менее, в любом случае, Райли приводит Эли к себе в коморку, где она жила уже здесь несколько, некоторое время, в этом торговом центре и показывает ей вольюм 2 той самой книжки с смешными анекдотами, которую таскала Эли, по сути, по сути, эту книгу, как я понимаю, и таскала с собой Эли в предыдущих эпизодах, пытая этими шутейками игрой слов Джоэлом. Да, это последний подарок. Эли замечает самодельные бомбы, самодельные взрывчатые вещества, такие гранаты больше, они похожи на какую-то такую смесь, смесь динамитных шашек, каких-то и гранат с фитилем. И гранаты сделала Райли. Вот, и Эли понимает, что Райли здесь была не ради Эли, а ее просто сюда направили, держать здесь пост. По сути, накала капитального достигает разницы, фракции за которые, на стороне которых они находятся, и Райли говорит, я бы не использовал это против тебя никогда. Но, говорит, твои люди бы это сделали, ведь они тебя не будут слушать. И она вручает Райли в руки эту самодельную гранату и уходит. Райли пытается остановить Эли, и ей приходится, так как она понимает, что она уже не может остановить Эли, ей приходится рассказать последнюю правду. Она говорит, что меня отправляют в другую карантинную зону, далеко от суда. И, возможно, мы с тобой больше уже не увидимся. И, да, в этот момент это заставляет Эли остановиться. И между ними происходит эмоциональный диалог. Райли пытается... Райли пытается... Здесь происходит интересный момент, которого не было в игре. Элли почти ушла из торгового центра, она почти ушла оттуда, и уйдя она оттуда, ее бы не укусили. Но она возвращается, потому что она понимает, что это ее последняя возможность побыть с Райли. И последняя возможность разделить с ней какие-то часы вместе, и она возвращается. И она слышит крик, который работает скорее на нас, ну и в том числе, конечно, и на Элли. И это такой false scare, который превращается не в false scare, потому что Райли действительно грозит опасность. Но да, здесь Хэллоуин такая атрибутика кругом, и это по сути экранизация еще одной секции, которая была в DLC, где они ходили в масках. И здесь в этом Хэллоуин-шопе, так его назовем, между Элли и Райли происходит наиболее прямой разговор по душам насчет того, как Райли выбрала дорогу к светлячкам, почему она заняла их сторону. И Райли говорит интересную вещь, которую она на самом деле не говорила в игре. Это то, что... Потому что вот в начале этого эпизода она говорила, ты не знаешь все. И это она имела в виду про светлячков. Но также ты не знаешь все. В этот раз она говорит уже в другом контексте, в контексте того, что у тебя никогда не было семьи. Ты никогда не знала, что такое принадлежать семье, принадлежать какому-то кругу, где твое нахождение желанно, где тебя ценят, где тебя поддерживают по-настоящему. И это именно то, что она увидела в Марлин, когда она пригласила ее к светлячкам. И по сути это главная ее мотивация. Не то, что Федора такие фашисты и все такое, но главная ее мотивация была просто прибиться к какой-то группе, принадлежать какому-то подобию семьи. То, что у нее было, то, что она испытала в отличие от Элей, то, чего ей недоставало. И хотя ее слова, возможно, даже были немножко обидны для Эли, но это правда, которая открыла Эли глаза на решительность Райли уйти к светлячкам, потому что у Эли ревностный момент, как она меня могла бросить. Но теперь она лучше это понимает, каково это... Точнее, она понимает, что именно движила Райли. Не какие-то политические моменты, не какие-то амбиции восстания и освобождения, но скорее просто желание принадлежать какой-то группе, какому-то подобию семьи. И в этом плане это уже у нас идет обращение к тому, что сейчас происходит в настоящий момент с Эли и Джоэлом. Это напрямую, по сути, параллель. Потому что к этому моменту Эли, эта цель, она, конечно, важна для нее. Стать лекарством для всего мира и избавить от горя кучу людей. Горе, которое она видела уже много раз и не хочет больше видеть. Но главным на самом деле сейчас фактором, движущим ей, является Джоэл. Джоэл – это ее семья. Джоэл – это семья, которой у нее никогда не было. И это семья, которую она не хочет терять. И в этом плане, конечно, концовка, ближе к финалу между Райли и Эли, она напрямую обращается к тому, что происходит между… Когда Эли лихорадочно начинает искать лекарства, она цепляется за эту семью, которая у нее есть. Она не может ее отпустить. И, по сути, это главное, что ею движет Джоэл, быть с Джоэлом. Джоэл ей как отец. И поэтому ей тоже, как и Райли, она поняла, о чем говорил Райли. Возможно, только сейчас, находясь с Джоэлом в этом путешествии. Это желание быть частью чего-то, частью семьи. И здесь они немножко для экономии времени совместили два сегмента, где, собственно говоря, они одевают эти маски оборотня и клоуна и начинают танцевать вместе на вот этом таком бутике, на таком вот этих вот шкафчиках, или даже не знаю, как это назвать, таких стойках с обувью и каким-то драгоценностями, наверное. Очень было здорово, как они точностью воспроизвели вот эти вот маски из игры. Это мне, конечно, очень понравилось. Довольно сериалистично было, когда они в этих масках вместе танцуют. Сначала я подумал, бро, это не работает, зачем они совместили два сегмента, но потом что-то в этом было, знаете, когда вот этот, как это освещение на них падает, как они с этими ужасными этими масками танцуют. Да, и как это было просто снято с агаратовской точки зрения, не знаю, динамично и очень здорово, на мой взгляд. И довольно клево здесь было продемонстрировано, на мой взгляд, и маска здесь пошла на пользу сцене, когда мы видим, как Элли танцует в этой маске, но потом она замедляется, замедляется, и еще, будучи в маске, мы не видим ее лицо, но мы уже понимаем, что примерно происходит под маской. И прямо перед поцелуем Элли наконец говорит «не уходи». И Райли наконец задается, видя взгляд Элли интенсивный, она не может ей отказать, и она понимает, что ее семья здесь, ее семья не светлячки, ее семья перед ней стоит, ее будущая семья стоит перед ней. Это довольно сильный момент, после которого Элли мгновенно впивается в губы Райли. Лицо Беллы Рэмзи в этот момент мне понравилось, страх после поцелуя, и тихая радость в глазах Райли, и потом счастье на лице Элли, и вот эти открытые эмоции наконец-то, и осознание, что они всегда друг другу нравились. Вот, это было здорово. Но этот момент счастья, как всегда в Last of Us происходит, обрывается опасностью, моментом опасности, и на них нападает кликер. Хотя нет, это не кликер, это зараженный второй на иностадии, или я не знаю, какой. Тут тот самый, короче, который врос в стену. Начинает за ним Игнации. Довольно клевая экшн-сцена происходит, где он на них, на обеих нападает. Довольно клево, мне кажется, это было снято, динамично, довольно страшно снято. И они вместе справляются с ним, но оба, обе они были укушенные. У обеих у них. И мне нравится, как укусы ровно такие же, в тех же самых местах, как в игре, что они не стали это менять. Потому что все-таки вот когда меняют те вещи, которые не обязательно было менять, это раздражает, черт побери. Типа, я понимаю, что у вас тут адаптация, но зачем менять то, что в чем нет смысла. Иногда такое происходит в адаптациях игр, в фильмах там. И ты просто не понимаешь, зачем вы это делаете. Но здесь они сохранили укусы ровно на тех же местах, где они были. Меня это порадовало. Даже то, как кровь сочится из руки Элли, по-моему, прям вот в точности было так же сделано. Нам здесь показывают параллельный монтаж, очень похожий, как он был в игре, где как раз-таки Элли из настоящего в попыхах начинает искать лекарства что-либо, что поможет ей как-то помочь Джоэлу. Это, конечно, такой сокращенный вариант того, что было в DLC, потому что в DLC она, черт побери, ходила и действительно добывала лекарства. Здесь это было менее убедительно. То есть она, по сути, искала какие-то вещи прямо в том же доме, где лежал Джоэл. И она не находит какую-то там аптечку, как это было в игре. Потому что если бы она нашла аптечку, просто я бы не купил этот момент. Но она находит просто иглу с ниткой. И это, в принципе, довольно реалистично, что это можно было найти в таком доме. Элли разбивает все вокруг. И у них очень, кстати, разные реакции. Как это было и в игре, очень разные реакции на укус. Элли изо всех сил просто свой рейдж, выплески разбивает все вокруг. В то время как Райли более спокойно встречает свою судьбу. То есть она более зрелая. И она лучше контролирует эмоции свои. И она описывает... Ну, по сути, это почти слово в слово то, что в игре происходит, когда она говорит, у нас две опции, говорит, мы можем просто сейчас все вышибить мозги без боли и очень быстро. Или дорожить каждым моментом, что у нас будет. Потому что если с философской точки зрения на это посмотреть, все люди отправляются на тот свет рано или поздно. Кто-то раньше, кто-то позже. Кто-то в старости, кто-то в молодости. И почему бы нам не посмотреть на нашу ситуацию ровно таким же образом. Просто в ускоренную версию, возможно. Как у этого была такая вот короткая, но яркая жизнь у Роя Бетти в бегущем по лезвию. И мы можем просто вместе потерять рассудок. Но эти моменты, что у нас есть, мы будем ими дорожить. Мы будем цепляться за них до последнего. Это, по сути, она описывает ту философию, которую Элли вспоминает, когда она решает не бросать Джоэла. Когда она понимает, что даже если у Джоэла осталось жить одни сутки или двое суток, даже если он обречен, я проведу с ним. Я сделаю все, что я могу. Я проведу с ним это время. Я не брошу его здесь. Я буду рядом с ним. И если он умрет, он умрет у меня на руках. Вот. И это такой, нам показывает, по сути, отпечаток, который Элли оставила на Элли, на ее. И, по сути, это наследие, возможно, и спасает в итоге Джоэла. Потому что брось Элли там Джоэла, он бы сто процентов умер бы. Вот. Но слова Райли отдаются из прошлого в главе Элли. И она эти слова, по сути, применяет. И это такой, как типа, ну такой красивый образ доброты. Доброты и внимание, которое отдались через такое долгое время и помогли какому-то другому человеку. Райли, разумеется, не могла предсказать, что их ждет. Она не могла предсказать, что Элли выживет, потому что это было неслыханно. Она думала, что им конец. Но это, наверное, показывает то, как порой наши какие-то действия, которые мы не отдаем отчет, которые мы не придаем значения, могут поменять очень много. Мне нравится эта идея. Мне нравится эта идея, которая лежала в корне всего этого. Потому что даже в концовке игры не даром Элли упоминает имя Райли. Единственный раз за всю игру она упоминает Райли как раз в последнем диалоге с Джоэлом. И это не даром, потому что как раз-таки Райли и спасла Джоэла. Вот так вот, ну непрямым образом, но посадила такое зерно философии определенной в Элли и какого-то оптимизма и взгляда на вещи. И вот эта философия на самом деле она не только спасает Джоэла, но изначально она спасает Элли. Ведь если бы не эта философия, которую я описал Райли, они бы просто покончили с собой. И Элли даже бы, ну никогда и не узнала, что у нее есть иммунитет. Она бы просто вышибла бы себе в мозги. И к чему бы это привело? То есть Элли как персонаж, как герой, как в принципе вот Элли это прямое доказательство правильности философии Райли. И я, да, наверное, второй раз здесь я запахал. Когда она подходит обратно к Джоэлу, реакция Джоэла, опять же, когда он видит. И просто, наверное, еще глаза Элли. Глаза Элли, где в них чувствуется некоторое... Если вы посмотрите на ее взгляд, когда она смотрит на Джоэла и сжимает его руку в своей руке, в этом взгляде кое-что есть. В этом взгляде есть осознание. В этом взгляде есть осознание, что сейчас, в этом моменте, Джоэл для нее так же дорог, как когда-то была дорога ей Райли. И что это ее, можно сказать, уже родной человек. Это уже часть ее. Джоэл — это часть ее. И вот это осознание, в нем есть... То есть она понимает, что в экстремальный случай Джоэл, возможно, все еще умрет. Но в этот момент, сейчас и здесь, она осознает правду того, что происходит. Она осознает правду их отношений. И она осознает суть того, что ей нужно делать дальше. Она точно знает, что она должна быть здесь с Джоэлом. И... И она... Вот это тот особенный взгляд, который происходит между людьми, когда люди понимают друг друга, когда они являются единой частью чего-то целого. И вот этот взгляд, это... Джоэл уже не отталкивает ее. Джоэл уже ничего ей не говорит. И он понимает. Ну, наверное, может быть, часть его надеялась, что или вернется. Потому что даже когда мы о ком-то заботе отталкиваем, порой мы все еще хотим, чтобы они вернулись к нам. Даже, возможно, если рационально, мы понимаем, что лучше им уйти. Ну, и другой момент здесь в том, что, я думаю, Джоэл понимает, что нет смысла ее отталкивать. И он понимает, ровно как он ее не бросил, и она не сможет его бросить. И они теперь навсегда вместе. И это такой вот взгляд между ними, он охренен. Оба актера сыграли шедеврально на этот момент, на мой взгляд. На пересмотре серии, я, кстати, подметил такой маленький визуальный символизм того, что как сплетаются пальцы Элли и Райли, ровно таким же образом сплетаются пальцы Джоэла и Элли. И это такой интересный визуальный мостик между идеей семьи, идеей суррогатной семьи, идеей человека, которого ты нашел и с которым ты установил контакт. Идеей связи, неразрывной связи, прочной связи. И когда Элли начинает зашивать рану Джоэла, мне кажется, это блестящий был момент, на котором можно было завершить этот эпизод. Просто очень интенсивный момент на такое... Потому что Элли, может быть, ее учили зашивать раны, я не знаю, Федора. Не уверен насчет этого. Но это даже как будто и не является частью переменной какого-то уравнения этого, зашивать, не зашивать. Элли знает, что ей нужно делать, и она это сделает. Как бы это страшно не было, как бы это не было ей боязно все это делать и тревожно, и все такое с этим умирающим Джоэлом на руках. Но в этих глазах был какой-то, как это называется, слово такое conviction. То есть это такое стойкое понимание того, что нужно сделать, и все. И никакой другой альтернативы нет. И здоровским треком заканчивается этот эпизод, который был в первом Last of Us, насколько я помню, да, он там был. И нас ждет, guys, нас ждет фантастический следующий эпизод, который, мне кажется, ну, 100% будет одни, наверное, возможно, самым мрачным, самым тяжелым эпизодом. Потому что это был наверное самый мрачный эпизод в самой игре, когда Эли и Дэвид встречаются, и к чему это приводит. И мне не терпится, конечно. Если вот мы говорим о том, как я не ждал этот эпизод, наибольшим образом из всех эпизодов я жду следующий эпизод. Ну и, соответственно, финал, конечно же, но вот следующий эпизод на данный момент, восьмой, для меня самый ожидаемый из всех, что у нас были. От одного эмоционального такого экстрима к другому мы обращаемся. Ну а если мы говорим о седьмом эпизоде, на мой взгляд, это был блестящий эпизод, который абсолютно достойно вписывается во всю эту картину этого сериала. Да, как я говорил, вот Паша не фанат, его друг не фанат, и, возможно, кто-то еще будет не фанат по разным причинам, кому-то просто будет не нравиться то, что у нас опять тут, ну, однополая любовь изображается все такое, кого-то это отпугнет, хотя этого минимум здесь. В принципе, я не предсказываю, что... Точнее, это уже произошло, так что я, наверное, скажу так. Я не думаю, что это станет, стало, стало. Для многих большой проблем, как, например, для кого-то стали там отношения Билла и Фрэнка, которые куда более такие были, affectionate на всем протяжении. Здесь все-таки этого было минимум. Кто-то, возможно, даже уже и забудет, что этот поцелуй между ними состоялся. Я не знаю, как вот некоторые игроки забыли, что это было в игре, когда во второй части или, оказывается, любят девочек, да. Они даже не помнили, что, оказывается, в первой части или целовала Райля. Вот. Для них это было что-то новое. Они начали визжать о повестке и все такое. Здесь это было минимум, поэтому я не думаю, что это многим... Но в целом мне очень нравится DLC. Мне очень нравится DLC. Мне кажется, DLC это как минимум на одном уровне с основной игрой. И было опасение, что этот эпизод будет унылым, потому что у него не так много экшена. И в какой-то степени этот эпизод это как третий эпизод. Он просто об взаимоотношениях двух людей, конкретных двух людей, да, изолированно. Поэтому седьмой и третьем в этом плане очень похожие эпизоды. Они тоже об однополлюбви, они тоже о каком-то таком изолированном, опять же, изображении отношений двух людей в каком-то сеттинге. В том случае это был городок Билла, здесь это торговый центр. Но это все работает, потому что они, Крейд Мейзин и Нил Дракман, хорошо написали диалоги и подобрали великолепный кастинг для каждой из ролей. И поэтому это все работает. И это все работало, это было интересно наблюдать. И даже тень была такой, ну не тень, а настоящая такая жалость у меня была в том плане, что если в игре как бы, ну я поверил в Райли, все такое, но у меня не было такого, что блин, я хочу видеть больше Райли, то Сторм Рид, она проделала такую великолепную работу, что и такая химия между ними была, что я не мог не представить себе альтернативную реальность, где событие развивается иным образом, и мы видим Райли и Эли на протяжении многих эпизодов вместе. И как это было бы здорово, как это было бы замечательно. Как будто даже уже хочется, чтобы они создали альтернативу на сериал, где эти двое героев главные герои. Я бы смотрел это. Но у нас был всего один эпизод Райли, и это было восхитительно и замечательно. Сторм Рид, мои аплодисменты, просто мои аплодисменты. Таков был эпизод Left Behind, который, кстати, режиссером этого эпизода был, я не помню, кто был режиссером, но сценаристом был Нил Дракман. Кредит принадлежит ему. В остальных эпизодах, ну, почти во всех, Крейг Мэйзен был сценаристом. Но здесь это был Нил Дракман. Поэтому Крейг Мэйзен на этом эпизоде как-то немножко так, наверное, отошел назад и дал Нилу работать с режиссером и руководить этим эпизодом по-своему. Вот. Так что я рад, что у нас были эти, была эта виньетка с Джоэлом. Она очень здоровская, она, опять же, хорошо напоминает это. Опять же, то же самое, как было от структуры третьего эпизода. Тоже такая виньетка с Джоэлом Элли. Очень правильное решение. Хотя изначально они не хотели этого делать. Это боссы HBO на них надавили. Ну, не то, что надавили, но, так скажем, убедили их использовать эту виньетку. И все-таки этот... Мне на самом деле удивительно, что Нил Драгман сам к этому осознанию не пришел и что ему понадобилось быть убежденным в этом. На мой взгляд, это абсолютно необходимый был элемент с Джоэлом и вот эта корреляция того, что философия и слова Райли по сути спасли Джоэла столько лет спустя. Ну, там, немного лет спустя, год, наверное, прошел, я не знаю, сколько к этому моменту. И это то, что спасает Джоэла. Да, это абсолютно важно. Поэтому это было очень верное решение сделать эту виньетку. Ну, что ж, гайс, это у нас все. Это был мой самый короткий рекэп из всех рекэпов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, просто... Наверное, просто не так много мяса было на кости этого эпизода. В принципе, довольно понятной динамики. В принципе, не так много чего-то, что можно было обсудить. Ну, довольно такой изолированный эпизод, опять же, как я говорю. И тематически, если не так много всего происходит, как в третьем эпизоде. Вот. Здесь это больше флешбек, объясняющий укус Элли и ее утрату, которая референсировалась в предыдущих эпизодах. Утрату ее любимого человека. И через это параллель с обретением любимого человека в лице Джоэла. И теперь она может спасти своего любимого человека. С Рейли она не могла ничего сделать. Она не смогла спасти Рейли. Она не могла, в принципе, ее спасти. Но здесь она может это сделать. И в какой-то степени она как будто закрывает частично гештальт и некоторую дыру в своей душе. Ну, а закрывать этот эпизод у нас будет вновь, конечно же, Молли Нилсон. И другой уже ее трек из другого ее альбома 2011 года. Альбом под названием History. И трек называется очень оптимистично и очень доброжелательно I hope you die. То есть, если в эпизоде у нас I hope you live, I will save you, то Молли Нилсон в довольно теплом на самом деле таком исполнении будет желать смерти кое-кому. Так что, guys, слушаем Молли Нилсон. I hope you die. И услышимся уже получается, ну как, услышимся в среду, когда вы увидите этот эпизод. Ну, а потом, наверное, в субботу или воскресенье, где мы обсудим восьмой эпизод. Самый мрачный, самый ожидаемый мною эпизод. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok